МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бориса Пельника увезут точно так же, как и герои фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» в Воронке с дачи в Переделкино прямо с семейного праздника. На тот момент ему будет всего 42 года. После этого от семьи писателя, жены Киры Андроника Швили и их годовалого сына Бориса, будущего сценариста и историка, отвернутся все. И только друг Пельника Борис Пастернак останется рядом. Пастернак – это действительно его очень близкий друг. И тот, кто оказывается рядом с ним и рядом с его семьей в самые сложные моменты. Пастернак не боится поддерживать отношения, пусть это будет очень недолго, к сожалению. Встретить жену Пельника, когда тот будет арестован, когда страшно здороваться с членами семьи, врага народа. Но он будет это делать громко, во всеуслышание. Публиковаться Борис Пельняк начнет рано, с 15 лет. А когда русское искусство устанет от символизма, отвлеченных образов и чаяний по-нездешнему, на авансцену выдвинутся новые реалисты. Авангардные и дерзкие писатели. Борис Пельняк окажется в их рядах в числе первых. «Я приехал туда на лодке под рваным парусом с сизолицым немцем в шляпе, как зонтик по мутноводной Волге. На лодке, которая блестела русской в Пасху горящей и так сладостно, с тень коразиным для мальчишек пахнула варом». Но широкая публика откроет для себя имя Бориса Пельника после того, как в 1921 году выйдет его «Голый год». Роман про революцию, действие которого разворачивается в 1919 году в городке с говорящим названием «Ордынин». 1919 год – голодный, но Пельняк любит большую метафору. И ему мало указать на конкретно историческое содержание, на социальное содержание. Он стремится к обобщениям. И поэтому «Голый год», 19-й год превращается в голый. Голый человек на голой земле. Человек, который, как царевна-лягушка, сбросил с себя эту шкурку и живет теперь одними инстинктами. За стихийность, ломанный монтаж сцен и даже бессюжетность – прозу Пельника крестят метельной. А своеобразный литературный язык нарекут орнаменталистским. Но если бы не талант, вряд ли бы даже в эпоху революции он смог бы стать популярным и известным писателем. Начиная с 20-х годов, Пельняк – один из самых читаемых и обласканных советской властью авторов. Он часто ездит за границу, публикуется на Западе. У него дача в Переделкино и собственный автомобиль. Им очарованы красивые и талантливые женщины эпохи. У него романтические отношения с самой Анной Ахматовой. Пельняк, судя по всему, был очень влюбчивым. Он умел влюбляться, умел ухаживать, умел нравиться женщинам. И хотя Ахматова немногим старше Пельняка, судя по всему, и на нее он произвел впечатление. Красиво ухаживал, дарил цветы. Анна Андреевна ценила это. Но, собственно, кто не был влюблен в Ахматову? Но были и те, кому все, что делал Пельняк, категорически не нравилось. Критики сомневались в его революционном стержне. А коллеги считали слишком авангардным. Даже Владимир Маяковский, который всегда любил молодые и яркие голоса, надписал ему книгу «Пельняку присматривающийся». А Михаил Булгаков сделал его комическим персонажем, билетристом Агапеновым в своем театральном романе. И вот когда Булгаков рисует такие карикатуры на представителей литературной богемы, не побоюсь этого слова, там оказывается некто Агапенов, который в дальнейшем выпустит сборник под названием «Тетюшанская гамаза» с непонятным названием. Здесь намек на, наверное, коломенскую пастилу. Но для Булгакова еще важно отметить, что Пельняк очень хорошо чувствует русский язык и иногда злоупотребляет, по мнению современников, диалектными словами, просторечными словами. В 1926 году Пельняк на основе многочисленных слухов об обстоятельствах смерти командира Красной Армии Михаила Фрунзе и явное участие в этом Иосифа Сталина напишет «Повесть непогашенной луны». Историю о смерти большевика командарма Гаврилова в результате навязанной ему хирургической операции. «Я тебе не сказал. Был я сегодня по начальству. В больнице у профессоров был консилиум по поводу моей язвы. Говорят, что операция необходима. Не хочу. Зарежут». Уже на второй день после публикации весь тираж журнала «Новый мир» конфискуют. Но настоящая травля начнется в 1929 году после выхода новых произведений Пельняка «Что с в жизнь» и «Красное дерево» в Петрополисе. Это было издательство в Германии, которое печатало многих русских авторов. Но то, что было позволено в 1924 и даже в 1926, уже стало непозволительным в 1929, тем более Пельняку. В 1929 году, это год великого перелома, как мы знаем, да, поворот в сторону индустриализации, на самом деле это переломный год для большинства писателей 20-х годов. Это действительно страшное время. А критика на самом деле оборачивалась настоящей травлей. Собственно, так это и было задумано. Тогда Борису Пельняку пришлось выйти из союза писателей. Вместе с ним в знак протеста выйдет и его друг Борис Пастернак. Но Сталин никогда не прощал обиды, часто наносился крушительный удар даже спустя годы. И ответил на держность Пельняка на отмашь, арестом в 1937. Был тут и политический момент. Писателя очень ценил Лев Троцкий, главный враг Сталина по партийной борьбе. Ну и еще один момент, который мы тоже не должны сбрасывать со счетов. Я думаю, что он важен. Ни Ленин, ни Сталин не жаловали авангард. И Сталин тоже традиционалист в известном смысле в своих кусах. Ему ближе как раз булгаковское творчество, что не мешает ему и булгаково третировать. Правда, это уже не такая страшная судьба, хотя как знать. Бориса Пельняка расстреляют в 1938-м. По абсурдному обвинению, шпионаж в пользу Японии. В 1956-м, уже после смерти Сталина, реабилитируют. А через год его друг Борис Пастернак опубликует на Западе свой самый известный роман «Доктор Живаго». И колесо истории снова пойдет по кругу. Еще одному талантливому писателю придется пережить травлю, проклятие на родине только за то, что он позволил себе остаться честным человеком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова